Целепарламентская форма правления в Турции на президентскую. Получит ли Эрдоган больше полномочий? Отменит ли должность премьер-министра и увеличит ли количество депутатов? Ответы на эти вопросы даст результат конституционного референдума, запланированного на это воскресенье. Чем живет Стамбул накануне политических изменений, узнавала имя Нехалил. Стамбул, район Фатих. До конституционного референдума в Турции осталось три дня. Город изобилует агитационными листовками, которые в большинстве своем призывают голосовать ЭВЭТ, то есть за переход от парламентской формы правления к президентской республике. Некоторые граждане Турции уже точно знают, как будут голосовать 16 апреля. Те, кто поставят галочку в графе «За», считают, что переход к президентскому правлению сделает Турцию сильнее. Да, за то, чтобы наша конституция была сильнее. До сих пор с Турцией ничего плохого не стало. Дай бог, и дальше ничего не случится. Поэтому мы говорим «да». Конечно же «да», потому что наш президент считает, что именно это правильное решение. Поэтому и мы говорим «да». Да, ради Реджепта Ипе Эрдогана. Больше ничего не нужно говорить. В Стамбуле также много сторонников ныне существующей парламентской системы правления. По их мнению, если Реджепта Ипе Эрдоган станет главой исполнительной власти и одновременно главой государства, то в Турции начнется эпоха диктатуры. Нет, зачем давать правление нашей страной одному человеку? Есть парламент, парламент представляет весь народ. А как собирается лишь один человек представлять интересы всей Турции? Конечно же нет. Тысячу раз нет, нет одному человеку. Почему нет? Потому что он один, а это диктатура. Нет, потому что я не вижу ничего сверхъестественного из того, что предлагает нам наш премьер-министр. Поэтому не одобряю ничего из того, что он предлагает. Среди стамбульцев есть и те, кто будет бойкотировать референдум. Я не буду говорить ни да, ни нет. Я только за Аллаха. Я посею свой голос в землю, как семечко. Всё. Первые результаты референдума ожидаются уже к полуночи 16 апреля. Если большинство граждан всё-таки поддержат переход к президентской форме правления, то должность премьер-министра Турции упразднят, а Реджеп Таип Эрдоган получит всё то, чего добивается уже более 10 лет. А после попытки государственного переворота летом прошлого года его цель получила серьёзную поддержку. Имене Халил Владлен Мельников. Заман. АТР. Стамбул.